А как рядовые автомобилисты относятся к планируемым нововведениям, касающихся скутеров и мопедов? Наши корреспонденты решили узнать на улицах города. Если посмотреть на велосипедах, как между машинами на этих мотиках, и поэтому на велосипедах тут тоже нужно знать. Конечно, это обязательно, потому что все участники транспортного движения, а люди, которые не имеют представления даже как ездить, они вливаются в поток, и очень часто из-за них получаются дорожные происшествия. Причем в большинстве своем оказывается, что они несовершеннолетними, и виноваты водители, которые в принципе ездят по правилам, а в основном это дети лезут под колеса, не соблюдая никаких правил. Вот поэтому я считаю, что это обязательно нужно. Каждый, кто должен водить, он должен иметь любые права. Ну, соответственно, в зависимости от скорости, если транспортное средство развивает около 40 километров, то я считаю, это не нужно. Тогда на велосипед тоже нужно будет. Если люди занимаются спортом, есть велосипеды, которые могут и 40 человек раскрутить их. А остальные все считают, что да. В разном возрасте люди ездят по-разному. Есть люди, которые в 40 лет не могут припарковаться нормально, а есть люди, которые в 16 спокойно ездят на мотоцикле, и которым просто никак не получить права. Так что пускай лучше будет категория. Я так считаю. В те времена, когда я еще молодой был, на дорогу, чтобы выехать на велосипеде, ставили номера раньше. Кто катался во дворах, тем номера не нужны были. Сейчас нарушений очень много. Автомобильный парк увеличился. Из-за этого надо, чтобы были права. Какие-то правила они все равно должны знать. Я так думаю. Ну, как не знаю, правилом ездить по дорогам вместе со всем транспортом.